Последняя пятница месяца по традиции заканчивается сессией народных избранников. В течение месяца профильные комиссии вносили поправки в те или иные документы. А теперь депутаты окончательно решают, пройдет ли предложение и будет ли оно воплощено в жизнь. Помимо основных вопросов депутаты запросили доклад о ходе ремонтных работ предзаводской площади и Тургаякского шоссе. Дорожно-ремонтные работы на предзаводской площади были выполнены на 80% от заявленного объема на этот год. Тургаякское шоссе и вовсе сделано лишь наполовину. Подрядчик представлял графики выполнения работы. На большом сожалению, работы выполнялись со срывом графиков. И все то, что было запланировано на этот год, до сих пор не выполнено. Что касается по Тургаякскому шоссе, то здесь тоже работы выполнены, скажем так, примерно наполовину всего лишь. То есть, если по плану необходимо было 7,5 километров дорог сделать, то сделано только 3,2. Новый асфальт рабочие положить уже не успеют, но ямочный ремонт проведут. Качество уже поставленного полотна пока оценивается удовлетворительно. Но истинное положение дел выявят зимние холода и весенние дожди. Если же отремонтированные участки дорог не вытерпят погодных испытаний, то подрядчикам придется исправлять недостатки за свои деньги. Срок окончания работ в этом году датируется 30 ноября. И до этого времени у дорожных строителей есть время закончить некоторые важные дела. Незакончены работы по оставкам безопасности. Разметка нанесена была низкого качества, и она в течение месяца была уже стерта. Незакончены работы по тому, чтобы убрать опоры, которые у нас остались на проезжей части. То есть контактная сеть уже перетянута, новая опора установлена, но не убраны все опоры еще те, которые на проезжей части. Незакончены работы по установке знаков. То есть определенный комплекс работ есть еще, которые можно закончить и в зимний период. Ответом депутаты были удовлетворены. А вот вопрос о присвоении звания почетного гражданина вызвало ажиотаж среди народных избранников. Претендентов было четверо. Путем тайного голосования звание почетного гражданина города МИАС было присуждено Попову Александру Александровичу. Эту награду директор МИАСской мебельной фабрики получит в преддверии дня города. Ольга Звездина, Айдар Насыров, программа 24МИАС.